Ну что друзья, продолжим строительство мини домика. В планах разобраться с кровлей, с кликфальцевой кровлей, поставить окна и двери и подумать о наружной отделке дома. А сегодня начнем первое приготовление для монтажа кровли. Поехали! Привет, дорогие подписчики! Сегодня опять отправляюсь на участок после отпуска. Первый раз... Нет, я еще заезжал туда кровлю, мерил. Уже заказал все-таки кровлю, решил все-таки фальцевую делать. Сегодня переделаем небольшой момент. У карниза надо будет перебить контрабрешетку. Потому что мы чуть-чуть неправильно сделали. Вернее, правильно мы сделали, но для того, чтобы под фальцевую кровлю, там надо чуть-чуть сделать по-другому. Надо будет перебить ее. Вот эти вот вкладыши, которые были по полметра, которые были. Ну, я думаю, работа такая несложная. И буду потихоньку набивать обрешетку. Ну, мы с этой работой быстро справимся. Так что летим туда. Погода сегодня тоже офигенная. Тут нужно хорошо работать. Я уже с ночевкой туда отправлюсь сегодня. Завтра тоже с утра поработаю и потом домой. Так что летим туда, работаем. А тем временем, как я уже говорил, приступил к снятию обрешетки, которую я недавно набил. Но немного я неправильно сделал. Одно хорошо, что не успел далеко уйти и можно все вернуть обратно. Хочу заметить, что у Грандлайна есть хорошее руководство по монтажу фальцевой кровли, где поэтапно рассказаны все действия и показаны узлы. Так что пошлите исправлять ошибки. Подложил бы у Олега, смотрите, как увеличилась. Она намного легче и более надежно, наверное, еще спасает. Как по факту появится. Снимаем все обрешетку и контробрешетку. Пока таки оставим. А заново начнем их набивать, когда я заберу и привезу капельники. Смотрите, для чего все это мероприятие затевается. Как видите, я там уже чуть-чуть перебил. Для того, чтобы выполнить узел, который для фальцевой кровли, наверное, и для обычной кровли. Тут контробрешетка должна подходить к краю стропильной ноги. Не так, как у меня в брови здесь сделан был. А надо было, чтобы здесь. Для чего это надо? Потом здесь набивается брешетка. Здесь остается вот этот вентозазор. Когда мы здесь крюк повесим. Желоб. И вот здесь вот между желобом между желобом и нашего, где вот капельник, тут вот этот вот будет, тут зазорчик останется. Чтобы здесь все сквозило. А в этом случае все будет в притирку. И тут воздух будет очень трудно попадать. Поэтому надо перебить все на этот краешек. Так что потихоньку вот эти вот сейчас все попередил. Жалко, что это медленно идет процесс. Забивать куда быстрее было. Сейчас тут. Приходится мучиться так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как-то так. Осталось там до конца добить. Может, сегодня еще брешетку начну отсюда знать. Потом перейдем на ту сторону. Там сторона похуже. Там высота выше, забор. Неудобно делать. Я вообще сейчас подумал бы, знаете, как надо было отнести его. Я по полтора метра отступил от соседских участков. А надо было, наверное, по три метра отпустить. И вообще, наверное, вот можно как вообще было бы использовать этот дом. Вообще, как зарегистрироваться в нем. У него еще квадратов было бы меньше. Пятидесяти. Что способствовало бы вообще налогу не платить пока. Потому что вообще какая-то временка типа используется. Но можно было бы вот, как там видите, дальше. Вот три метра отступил и спокойно себе там живет. Надо было что-то нечто подобное такое сделать. Три метра отступить. Тут и сейчас так позволял бы. Вылетел туда бы еще. Плюс это где-то на половину этого, этих столбиков. И сюда подтянулись. Септик. Септик туда оттянуть. Ну, сейчас бы... Ну, видите, я быстро строился, хотел по-быстрому все лететь. Потому что так бы канализацию пришлось аж туда вести. Ну, лучше бы туда я бы септик сейчас заграл. Возле входа. И машина бы, аттенизаторская, приезжала бы спокойно бы. Выкачивала все ненужные вот эти вот какахи. Ну, я думал, здесь один септик типа делай. Там второй септик для основного дома. Здесь для бани и времянки. Такой небольшой. Но потом я посчитал, что и здесь все разместится. Тут хватит на пять человек спокойно. Даже с запасом чуть-чуть. Пять с половиной, так сказать, можно. Не знаю. Надо было посмещать. И вообще был бы это. Зарегистрироваться в этом доме. Можно прописаться в блогах. А так, а так это считается временкой. В общем, как-то так. Демонтируя обрешетку и с другой стороны, дела идут быстрее, так как работа уже идет по накатанной программе. Как видите, мы закончили с нашей обрешеткой. Сейчас чуть-чуть тут переберусь. Редактор субтитров А.Семкин Мы сейчас еще переступим. Знаете, что пока время есть. Еще сделаем одну связь. Где у нас в туалете? Сейчас я покажу конкретно где. Вот, смотрите, ребят. Здесь пока связь какая-то стоит временная. Но мы здесь сделаем еще до конца какую-то связь. Пустим. Пускай будет. Эта связь не будет лишним, поэтому сделаем ее. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»